Эксперты, комментируя атаку ВВС Турции на российский самолет, говорят, что Анкара, официально декларируя приверженность к борьбе с терроризмом, на практике ведет себя иначе. Турки поступили самым вероломным образом. Кроме того, что они 6 лет уже вскармливают все террористические группировки, которые проникают в Сирию со стороны Турции, переодеваются, переобиваются там, залечивают раны, потом опять идут в чужую страну и воюют там. Турция этому всячески способствует. Надо об этом говорить прямо. Турция как раз официально, на официальной линии выступает с тех же позиций, что и мы, что с терроризмом нужно бороться. Просто мы по-разному понимаем, видимо, слово терроризм и то, как с ним нужно бороться. Потому что уже всем очевидно, что Турция закупала нефть у боевиков в Сирии и закупала ее по дешевке, что было чрезвычайно выгодно Турции. Север Сирии, где и был сбит российский Су-24, богат нефтью. Чтобы контролировать регион, считают эксперты, Турция хочет создать там бесполетную зону, а для этого необходим серьезный повод. Подготовку Турции началась с того, что заручилась поддержкой союзников по НАТО. Неделю, может две недели назад, американцы перебросили на известную авиабазу Турецкую Инджерлиг свою авиацию. Дополнительно к F-16, которым там были, это штурмовики и также истребители-перехватчики типа F-15, соответствующие модификации. Это чистый истребитель-перехватчик. Он не работает по земле, он работает по авиации. Вооруженная ракетами воздух-воздух. Против какой авиации? В общем, в Исламском Саше есть авиация? Нет, против нашей авиации, в первую очередь, а потом уже сирийская.